Скорпионы, доброго вам времени суток! Меня зовут Ева Лехцер, рада вас приветствовать на своем канале. В текущем видео хочу предложить вашему вниманию Тароскоп на ноябрь 2018 года. Работать сегодня я буду со Стимпанк Таро. Работаю, как вы знаете, либо кто не знает, на прямых и перевернутых арканах. В среднем я не подсчитывала, но в основном в колоде 50 на 50. Так карты ложатся сами во время выкладки колоды, да, и тусовки карт. Поэтому, если в вашем раскладе упадут все перевернутые арканы, это не значит, что я колоду неверно взяла в руки. Эта карта вам показывает на то, что вы сами себе создаете препятствия в той или иной сфере жизни, и вам нужно их преодолевать. То есть проблемы возникают по вашей вине. Итак, как вы знаете, по традиции я выкладываю 6 арканов. Карты вам покажут общие тенденции месяца, либо общую атмосферу месяца. А также события, которые наиболее вероятно у вас отыграются в сфере работы, финансов, личной жизни, здоровья. И карты дадут вам совет, как наиболее перспективно и продуктивно провести данный месяц. Расклад выполняется для широкой аудитории. Он не может однозначно отыграться для всех. Поэтому учитывайте в данный момент, а именно, что знак зодиакта у вас у всех один, скорпион, а асцендент у каждого в разном знаке. Поэтому смотрите, пожалуйста, по асценденту и по знаку зодиака, сопоставляйте, сравнивайте, и какой знак для вас отыграется в полном объеме. Итак, общая атмосфера месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личная жизнь и совет от карт. Ну, давайте смотреть. Итак, общая атмосфера месяца. Так, что-то у вас пошли какие-то упущенные шансы. Здесь, конечно, могут быть материальные потери, либо же крупные финансовые вложения. Но, в целом, данный аркан говорит о том, что вы не видите каких-то серьезных перспектив, которые у вас есть. Кстати, для некоторых это может быть, в принципе, отыгрываться как выплата кредита, то есть ипотеки, либо погашение долгов. Давайте просмотрим, что здесь у вас конкретно. Но если смотреть же в целом карту, то какие-то вот упущенные возможности, либо шансы. Но перевернутое солнце, смотрите, это будет несущественно. Но все-таки интуитивно, то, что у меня даже идет, это то, что вы делаете себе на благо в будущем. То есть за что-то здесь платите, либо выплачиваете. Поэтому здесь аркан не несут негатива. Что вас ожидает в плане работы? В плане работы перевернутая двойка пентаклей, ситуация застоя и тупика. Тоже мы сейчас с вами уточним, почему. Либо вам здесь не нравится ситуация, которая на работе складывается, то, что нет перспектив финансового, либо карьерного личностного роста. Либо если на текущий момент вы безработный, то здесь нет перспектив трудоустроиться. Если же у вас свой бизнес, то по данному аркану, ну вот понимаете, вот выжали вы из своего предприятия, там, не знаю, доход в 10 тысяч долларов в месяц. А вот дальше, выше, все никак. Пятерка мечей. Потому что что здесь идет? Здесь накал страстей, какие-то конфликты на работе, выяснение взаимоотношений. Потому что каждый здесь гнет свою линию. А наоборот, здесь нужна слаженная работа. Умение контактировать. Вам здесь, поскольку скорпионы рубят сгоряча, нужно научиться контролировать свои эмоции. В плане финансов двойка мечей. Это замечательная карта, потому что здесь умение сопоставить свои доходы с расходами, плюс подвойки мечей. Это также получение доходов из нескольких источников. Ну, как вариант. Например, не знаю, если вы девушка, то работаете, да, и получаете какое-то спонсирование от своего мужчины. Либо отдельно еще от своего хобби, либо какой-то пассивный доход. Если вы мужчина, то здесь может быть и ваша работа, и вам могут вернуть долги. Либо тоже пассивный источник дохода. Потому что перевернутая королева жезлов с позиции финансов, это какая-то финансовая помощь, либо финансовая стабильность от женщины. Здесь по перевернутой карте она может носить большую финансовую лепту. Еще так здесь проигрывается. Так, с позиции здоровья. Пятерка кубков. Что-то вас здесь совсем накрыло депрессивное состояние. Потому что по пятерке кубков это в целом какое-то отчаяние, либо разочарование, либо какие-то внутренние терзания и смятения. Может это будет связано из этой конфликтной ситуации на работе. Если же в целом, ну просто это карта нервных срывов, либо депрессий. Здесь еще у меня очень часто по этой карте проигрывается либо удаление нарывов, либо фурунков. Поэтому, пожалуйста, не простывайте, следите за собой, утепляйтесь, хорошо одевайтесь. Потому что ноябрь такой нестабильный месяц с позиции погоды. В плане личной жизни. Семерка пентаклей. Это пытаться вкладываться в отношения, ожидать результата. Потому что вы здесь понимаете, что делаете вы это не зря. Сейчас даже для вас это перепроверю. Но в целом Семерка пентаклей это работа на результат. Когда вы понимаете, что пришло время поработать над отношениями, возможно в них вложиться. Потому что вот перевернутый по шкуркам, вот здесь у вас была какая-то ситуация стагнации. Какие-то ссоры, конфликты, либо по поводу, как бы, не то что сомнения верности друг к другу. А в целом, как бы, подходите вы друг к другу или нет. И вот здесь по Семерке пентаклей будете решать эти моменты. Потому что перевернутый рыцарь жезлов, особенно для тех, кто состоит в паре. Это то, что уходит страсть из отношений. И у вас вот здесь будет работа над возобновлением чувств, чувственной стороны. Если же на текущий момент вы одиноки, то это попытка, ну как знаете, изменить себя. Дабы привлечь мужчин, либо если смотрит здесь мужчина, каким-то образом поработает над собой, чтобы привлечь к себе противоположный пол. Так, из позиции совета перевернутая пятерка пентаклей. Замечательный аркан, потому что это выход из кризиса, выход из периода безденежья. В целом, какой-то переломный момент, как я говорю, да, может вы платите какой-то кредит, либо ипотеку. Либо возвращаете долг, но тем не менее, это сама по себе ситуация. Ваше финансовое положение стабилизирует и улучшает. Так, даже сейчас дотянем. Семерка мечей. Здесь единственное, что может указывать на ситуацию, знаете, когда вы действуете нечестными путями. Потому что семерка мечей, это, знаете, как работа на два двора. Либо в целом это может быть кража интеллектуального труда, еще так это отыграется. Но рыцарь мечей, вы понимаете, что нужно действовать жестко и бескомпромиссно, дабы выйти из ситуации кризиса. Ну, скорпионам это свойственно. Могу вам сказать так. Месяц не является у вас значимым либо переломным, потому что из всех арканов у вас выпал только один старший аркан солнца. Поэтому месяц для вас проходящий. Не несет каких-то значимых либо знаменательных перемен. Но, тем не менее, будет для вас продуктивен. Особенно, если вы закройте вот эти свои финансовые дыры, либо те проблемы, которые вас тревожили. Вот такой у нас получился тароскоп. Отписывайтесь, пожалуйста, впоследствии, как он у вас проигрался или не проигрался. Я искренне вам желаю, чтобы у вас были только позитивные моменты, негативные. Постарайтесь обойти стороной. Для тех, кого интересуют мои консультации, либо обучение, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Я искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч.